Блаженны вы когда гонят вас за именами А у нас занятия идут Поклон Поклон тебе Нет у Александра Михайловна Новосибирске мама уже поклон передает Одиннадцать человек у нас А вот давай ты тоже подсоединяйся Помоги Господи молись за нас Ангелохранители Ну Лойка ведь тоже захотела сразу на занятия Тоже захотела на занятия Так вопрос На какую жизнь променял Левий свое теплое грешное местечко Пожалел ли он когда нибудь о своем решении Ну мы все это знаем Побольше Раскройте нам Почему откуда знаем как Ну приблизительно А это же Левий Матфея Ну Сережа это знает О нем Здравствуйте Ага Ну ладно Давайте тогда Поговорим Местописание Это нам подтверждает Что из двенадцати апостолов Учеников Господних Которые рядом ходили Один отпал только Предателем стал Это Иуда А остальные все Уверовали и распространяли Слово Божие Это вот Евангелие Которое мы читаем Оно не от Матфея Оно от Марка Это другой ученик Это другой ученик Из семидесяти будем говорить Да 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 Хотя писал через апостола Петра Да Одного из ревностнейших учеников Иисуса Христа А вот Матфей Он был одним из Ну одним из первых учеников Иисуса Христа И он был Из самой жадной Как можно сказать Элиты Категории Категории Да вот этих торговцев Которые были там Ну не просто торговцы Бюрократов Это были мытари Сборщики податей Они покупали эти места Как мы считаем Его Жития святых Он купил Покупали это место У Римской Ну не только у Римской А у тех правителей Которые тогда были У властей да И им Теперь платили Они сидели около ворот И люди проходили Они так По именам всех знали Самые Лучшие друзья были Как и сегодня По имени отчества Подойди-ка сюда дорогой И Гудеил Так Ты сколько должен Да и не сколько А у меня вот записано Столько то Твой крест стоит тут Мой Твоей рукой поставлю Давай сюда деньгу Ты должен еще был Два месяца назад Нет Нету А тут стражники стоят Забрать у него Осла Опечатать Посадить в тюрьму В зимдан В яму Пока не отдат все Мы читаем это Слове Божьем В притчах да Такое было И душил Своего товарища За сто динами А ему простили Десять тысяч талантов Вот это были Мытари И мы видим Мытарь Я думаю что его Прообраз В мытаре В мытаре В молитве мытаря и фарисея Показал Господь Иисус Христос нам Образ этого мытаря Как он бил себя в руки Говорил Боже Милостив буди мне грешному Господи Милостив буди мне грешному То есть Вот эти грехи Которые в нем Он другого не мог сказать Как только Увы Иоанн Златоустов говорит Вот это увы И будет Началом покаяния Для человека И он спасется Вот это вот нужно было И вот он как раз Нам это показал Матфей А почему Почему Он не пожалел О том что он сделал Так он написал Евангелие Да А написать он мог только Духом Святым Больше никак Он первый написал Евангелие Для кого По нескольким десяткам мест Из Ветхого Завета В этом Евангелии Мы видим что он писал Для иудеев И Говорят Было на Еврейском языке Это написано Да Но оно потерялось И мы его знаем Только на греческом Хотя писал он Для евреев На еврейском языке То есть Мы видим что После всего того Каким он был человеком Грешником Свой народ обирающим И как он уверовал И евреи веровали Да верят Ну верили ему Были такие Несколько людей Брат Господа нашего И Яков Был таким Человек Его потом тоже Убили Умертвили И Сам Апостол Павел Мы видим Тоже ему верят Как парисею Ну то есть Некоторые были такие люди Которым верили Как говорится и христиане И поверили И Не язычники А иудеи Верили Ну а язычникам было Как говорится Лишь бы только Против Кесаря Не восставали Исполняли закон Поэтому с язычниками Легче всего было Мы видим Апостол Павел Легко с ними справляется С язычниками Проповедует с ними легко Он Не идет Против них войной Никаких загаров Не устраивает И все Его отправляют К самому Кесарю Мы видим Поэтому конечно же И Заканчивают Евангелист Матфей Свою жизнь Так же Как и все Апостолы Кроме Иоанна Богослова Смертью Мученической Его убивают Где то Его там В Малой Азии убили В конечном итоге Кого там Из них Приглазили Ну По преданию По преданию Его распяли Нет 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 В иксообразном Положении По моему его распяли Так Иксообразно Вот так И Убили копьями Ну или там Какими-то Метательными орудиями Других Умершляли Головы отрубали Как апостол Павлу И Апостол Петра Вверх Вниз головой Развернули Прибили ко кресту А вот Иоанна Богослова Очень странно Было Его могилу Раскопали Когда Его заложили Он живой еще был Его заложили А потом Когда Прибыли Ученик его любимый Плакал горько Ну раскопали эту могилу А там его нет Ну могилу Как понимаю Могилу Пещеру Они же в пещерах хоронили Но там его не было То есть вот Не думаю что Какие то Сожаления у него были О чем то Какие могут быть Сожаления О том И надо было Служить или Мамоне Или Христу Правильно? Ну Служил ли Он Когда нибудь О своем Решении Его поступок Видимо Произвел Глубокое впечатление На других Мытые Другие Мытые Мытые Другие Мытые Ну это понятно Они так и говорят Ну и вот Галатам 1.16 Прочтем Открыть во мне Сына Своего Чтобы я Благовествовал Его Язычникам Я не стал Так даже Советоваться С плотью и кровью Апостол Павел Тоже мог Посоветоваться Сейчас Зочитаем Стих 17 Он уже оставил? Потому что надо Беседовать Там много еще Нет А тут вот Уже время 2 часа Все Достаточно 2 минуты Да достаточно Давай ставим Но беседовать еще по этому надо Все равно повторим Ну конечно Не надо ничего Дочитывать Все Ровно 2 часа прошло И все Поэтому надо будет еще Беседовать Зачем Ну давай Мы еще Это все пройдем Давайте прочтем На следующем занятии Об апостоле Матфея Кто-то все прочтет И нам расскажет еще Немножко А мы помню тогда Вот это проходили И каждый Подготавливал О каком-то апостоле Потом И рассказывали Кратко Кто как заканчивал Давайте помолимся Песня Достой Достойно есть Текова Истину Блажите Тя Богородицу Присоложенную И пренепорочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую херувин И славнейшую Бес сравнения Серафин Без истления Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, что и в этот дивный вечер Ты собрал нас, позволил прикоснуться к Слову Твоему. Дай, Господи, силу услышанное здесь на занятии исполнить и благовествовать другим людям, чтобы еще души пришли к Тебе, Господи. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои благодеяния, которые Ты творишь с нами, за Церковь Твою Святую, за веру православную, Господи, благодарим Тебя. Распусти нас в мире. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. С миром Божьим по домам. Спасибо, Христос, что пришли. Игорь, просим Тебя, чтобы в пятницу пришел к нам, оживил нас. Прошу я Вас каждого, приходите в пятницу. Я кипяточек поставила, чайку выпейте по стаканчику.